Роднольчики мои, всем огромный привет, мои хорошие! Сегодня Рождество, и все, кто празднует это Рождество, и кто не празднует, я всех вас хочу поздравить с этим волшебным праздником. Прежде всего, я хочу вам пожелать всем крепкого-крепкого здоровья. Пусть этот волшебный праздник исполнит все ваши желания, принесет в ваш дом чудеса, радости, счастья, все только самое хорошее. Пусть исполняются все-все-все ваши желания. И чтобы вы были здоровые, счастливые, красивые, жизнерадостные, добрые, добрые. И пусть все у вас будет только самое лучшее. Вот, я уже переоделась, включила елочку. Мы сегодня ждем гостей, и Русечка должна приехать со своим мужем, так что немножечко посидим, отметим. Я вчера приготовилась, жду гостей. Прихошлось, конечно, потоптаться немножко на кухне, но у меня много помощников, так что сильно я себя там не перетруждала. И тем более для гостей, как говорится, ничего не жалко, даже если немножечко устану. Так что все нормально. Я вот уже сейчас буду накрывать столик. Тут уже выставили подарочки. Вообщем, дуй, 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 скажи, мой глявный подарочек. Дуй, глявный подарочек. Девочки, я вас всех поздравляю с праздником. А что это ты, моську положил, уже мокрое пятно. Да, пил воду, наверное. Вот, мои мужчины ходили на закупку. И купили мне вот такие розы, принесли. Сказали, мамочка, это тебе приятно. Так что у меня, как говорится, вот такие красивые розы на фоне новогодней елочки. Вот, это Макс, смотрю тут телевизор. На улице тишина, все празднуют. Вот, такая вот у нас погодка. Солнышка нет, но очень тепленько. Тут к нам уже вон король лезет на балкон. Потому что следующий праздник, 6 января, уже будет три короля. Вот, так что, вот такие у нас дела. Открою, пусть чуть-чуть проветривается. И все, буду готовить. Вчера, вчера сделала холодец. Селедку под шубой. Уже селедку не хотела делать. Макс говорит, я так хочу этого салата. Говорит, я даже не покупала селедку. Так что он еще где-то в начале 6 вечера ходила в магазин, чтобы я сделала салат. Так что мне еще пришлось вечером отваривать этого картофель, в общем, морковь и сделать мужу салат. Данил кричит, оливье. Я говорю, нет, говорю, оливье я не буду, потому что оливье вы захотите на Новый год. И, в общем, каждый день есть оливье. И это тоже не есть хорошо. Не в плане того, что это калорийно или еще что-то, но просто что все время майонезные салаты. Так что делала я. Домашнюю колбаску, в общем, узвар сделала. Так что у нас будет такое, знаете, скажем, чисто традиционный, да, украинский, украинское Рождество с холодцем, с колбасою, с узваром. Все, как положено. Потому что Ириша, когда в том году приехала, я говорю, берите узвар. Она говорит, а что это такое? А не с Россией. А это я говорю, ну, компот из сухофруктов. Так она говорит, так это не узвар, это компот. И так она мне засела в голове, компот. Вчера сделала чизкейк. Ну, чтобы нам было вкусненькое, что-то сладенькое к чаю. Ну, единственное, что хотелось сделать Ирин, любимый этот медовик. Она слишком любит мой медовик. Ну, не могла нигде купить сметану. Поздно, в общем, поздно кинулась. Нигде вообще. Нигде не было сметаны. Думаю, даже возьму жирную сметану в Меркадоне, разведу с йогуртом Гриега. Ну, увы, выгребли все напрочь. Ну, ничего. Иначе будет легенький торт, к чизкейкам и тоже тоже хорошо. Вот так вот, мои хорошие. Все. Вас поздравляю еще раз. Я желаю вам всего-всего самого хорошего. Оставайтесь всегда такими замечательными, добрыми, отзывчивыми. Спасибо, что вы у меня есть. Спасибо вам за вашу поддержку. Все-таки последнее видео вот столько, ну, вот столько теплоты внесли, столько добра, столько совета. Это очень дорогого для меня стоит. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что смотрите, поддерживаете, комментируете. Мне так гораздо легче. И спасибо, что вы у меня есть. Все. Пошла. Буду накрывать мой стол и буду ждать своих гостей. Вас всех я целую. всех обнимаю. Всем хорошего дня, прекрасного настроения. Всего-всего самого хорошего. Я вас целую, обнимаю. И всем пока-пока. До скорой встречи. субтитры сделал DimaTorzok